Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Торговая сессия вторника, вчерашний день, крайне удачно сложилась для продавцов американского доллара. Для нас с вами, друзья, потому что мы делали ставку на снижение американцев, потому что ждали очень важный релиз по индексу потребительских цен и знали прекрасно, как доллар должен отреагировать на эту статистику. Если у кого-то из вас есть пробелы в понимании того, что такое инфляция, как она в целом должна влиять на валюту того региона, где публикуются эти данные, пересмотрите вчерашний брифинг, там я уделил минут 10, наверное, точно, когда рассказывал вам о последствиях инфляционного давления и того, что может происходить с валютой. Так вот, друзья, по факту вчерашних цифр, индекс потребительских цен плюс 2,6%, скачок с уровня 1,7%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители, тоже прирост 1,6% с 1,3%. После того, как вышли данные по индексу потребительских цен, самое важное было понаблюдать за тем, что произойдет с американским рынком долг, с доходностями американских трежерис. Потому что, если бы все-таки на рынке сохранилась позиция того, что рост инфляции это синоним действий американского регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики, вчера, друзья, мы бы видели с вами серьезное бычье ралли по показателю доходности американских десятилеток. Но этого не произошло, и это замечательно. После того, как вышла статистика, на мой взгляд, была дана команда двум представителям ФРС, чего выступление было запланировано на этот день после выхода данных по инфляции, еще раз просигнализировать трейдерам, участникам рынка, общественности, что ФРС даже и не думает с учетом текущего инфляционного давления что-либо делать с денежно-кредитной политикой в плане изменения процентных отставок и сворачивания программы количественного смягчения. И Розеркен и Бартлин с этой задачей прекрасно справились, потому что тезисно оба они транслировали идею, что ФРС остается в двух годах от решения по ужесточению денежно-кредитной политики. И после этого точно, я думаю, что даже скептики получили конкретный посыл, скажем так, относительно того, что у американской валюты при текущей риторике Федрезерва нету причин для того, чтобы возобновить восходящую динамику и претендовать на движение выше 93 пунктов. Потому что, друзья, рост инфляции, обесценивание национальной валюты на фоне неготовности регулятора ужесточать денежно-кредитную политику, это все необходимые вводные для того, чтобы держать короткую позицию, продавать валюты этого региона, в данном случае США, и на этом прекрасно зарабатывать. Я уверен, что сегодня, в 19.00, когда состоится выступление Джерома Павла, он еще раз прокомментирует вот эти вот цифры. И еще раз, поскольку он все-таки является лидером мнения, отвечающим за регулятор ФРС, который является законодателем макроэкономических мод, он скажет, что инфляция не представляет угрозу для стабильности цен и для американской экономики. ФРС по-прежнему не видит никаких причин, чтобы сейчас судорожно, панически вновь кидаться на параметры ДКБ и пересматривать основные, собственно, ставку и программу количественного осмягчения. Индекс доллара, друзья, снижается. 91.72 сейчас в моменте. Ждем американскую валюту еще ниже. И я поздравляю тех, кто вместе со мной дождался все-таки распродажа этого инструмента. Золото на фоне роста инфляции, безусловно, выросло. Наша ближайшая цель была 1750, локальный максимум 1749. Но можно сказать, что мы краткосрочную цель сделали. Но при росте инфляции и отсутствии решений ФРС по повышению ставки и сворачиванию программы количественного осмягчения, у золота сохраняется колоссальный потенциал для движения выше. К тому же золото сейчас не представляет, не оказывает какую-либо значимую конкуренцию рынок долга, который снижается. И при текущей тенденции снижения доходности, когда десятилетки по этому параметру идут ниже отметки 1,5, у золота появится еще один триггер для дополнительного роста и закрепления уже выше отметки 1800 долларов за тройскую пункцию. Евро против доллара. Друзья, ранее я комментировал, что 92 пункта по индексу доллара – это очень важное значение. Если проходим ниже, то тогда, скорее всего, для всех рисковых инструментов, движущей силой основа будет только американский доллар. При наличии текущей тенденции, возобновлении распродаж и уверенности лично у меня, что мы сейчас работаем с началом нового медвежьего тренда, по евро-доллару как бы я не хотел все-таки дожать главный валютный риск, исходя из-за ковидной обстановки во Франции, Германии, Италии, Испании, евро будет игнорировать эти риски, потому что европейскую валюту подталкивает верх, продолжит слабость американского доллара. Поэтому я закрыл свою короткую позицию и без новых сделок на текущем этапе. Есть еще пара рисковых инструментов, которые мы продолжаем покупать, друзья. Всех денег не заработаешь, на других инструментах мы сейчас очень хорошо конвертируем фундаментальные возможности в прирост по депозиту, давайте работать с другими сделками. Фунт против доллара 1.3772, отложенный спрос, хорошая статистика, кстати, данные по промышленному производству ВВП еще больше усилили ожидание того, что тенденция роста британской экономики на фоне эффективной кампании по вакцинации и снятии гарантийных ограничений, эта тенденция сохранится. По фунту против доллара цель 1.40. Доллар канадец, друзья, здесь вот я рекомендую зашортить пару на фоне слабости доллара, роста цен на нефть и выхода хороших данных по канадской экономике. Вспомните последний отчет по рынку труда. Не нужно мудрить, думаю, что 1.23 мы увидим совсем скоро. Новозеландец растет 0.7087, я предлагаю ориентироваться на цели выше уровня 0.73. Славку оставили несколько часов назад на прежнем уровне 0.25, программа количественного смягчения на уровне 100 миллиардов новозеландских долларов. Резервный банк Новой Зеландии готов дополнительно смягчать экономическую политику, тем самым стимулировать потребительскую активность и восстановление экономики. Это оказало поддержку сегодня курсу новозеландского доллара. Ну, это так, действительно, но все-таки основной триггер восстановления новозеландца – это снижение курса доллара. По австралийцу мы в одном шаге от нашей цели 0.77, остается 40 пунктов, вполне возможно, что сегодня добьем. Американский фондовый рынок прет как локомотив, Насдак уже 13971 пункт, цель 14000 тоже рукой подать, вполне возможно, что до конца сегодняшнего дня. Долл покупаем 33539, цель 35000. И рынок нефти 6408, коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих заводов США сейчас составляет 84%, максимум за несколько лет. Что это значит? Это значит, что сегодня, когда выйдут данные по запасам в 17.30, мы с вероятностью 99% увидим резкое сокращение запасов нефти. При такой статистике нефть получит поддержку. И к тому же, вчера ОПЕК пересмотрели прогноз спроса на нефть, роста спроса на нефть до 5,95 млн баррелей в сутки с 5,89. То есть фактически прирост на 600 тысяч баррелей. Сегодня оценка Международного энергетического агентства, я думаю, что спрос также будет пересмотрен в сторону повышения. Вспоминаем последние оценки Всемирного банка, Международного валютного фонда. И все опять же в пользу того, чтобы рос и этот риск. То есть нефтянка сохранит тенденцию восходящую 65 и дальнейшая цель 70. Все как и раньше. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии и до скорых встреч. Всем пока.